У меня часто болела голова, и врач сказал мне, что мне нужно носить очки. Я подумала, зачем мне очки, ведь я и так все нормально вижу, не куплю очки. И когда я их одела, поехала в машине домой, я вдруг вскрикнула, потому что все зеленые кляксы, которые я всегда видела, оказались вовсе не кляксами, а листьями на деревьях. Мне в голову не приходило, что это листья, и я думала, что я всегда хорошо, нормально вижу. Мой мастер-класс называется «Праздление». Расскажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, какие ассоциации у вас изыскает это слово «зрение» и «разрение»? Пожалуйста. Открытие. 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 Еще, еще. Понимание. Понимание. Осознание чего-то нового. Экатерик. Открытие. 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 Открытия. Помощь? Конечно, помочь, если нет. Помощь. А какая помощь внутрь? Очки. Совершенно верно. Очки. Очки, это некacia метафрами. Почему именно очки мне помогли? Что мы можем сделать с очками? Что-то увеличивать. Что-то увеличивать. То есть более зритым. Помогаем? Хорошо. Увидеть. Увидеть. Абсолютно верно. Я сейчас вам предлагаю еще. Еще вопрос. Еще почему очки? Вот они мне помогают видеть еще что. Посмотрите. Можно легко снять, можно легко снять. Поменять свой образ. А что еще я меняю, снимая очки? Взрение. Взрение. То есть я его либо взгляжаю, либо взгляжаю. Благодарю вас. Сейчас взгляните, пожалуйста. У меня на столе очки. Очки. Обратите внимание, что все очки имеют свой цвет. Они разноцветные. Что значит цвет в нашем понимании? Цвет влияет как-то на наше восприятие? На что он влияет? На чувство. На чувство. Еще. На настроение. На настроение. На настроение. Эмоции. Очки разные. А какая ситуация у вас с этими очками? Любовь. На видность. Еще что? Разница. Радость. Еще. По половому признаку. Девушка. Женщина. Они что в присутствии? Ладно. Молодь. Еще. Молодно. Легко. Ладно? Следующую ассоциацию попрошу представить. Какой цвет? Черный. Ну если я на цвет обращать внимание попрошу. Цвет. Черный. Что это? Затемнение. Затемнение. Еще что? Затемнение. Еще что? Тайность. 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 Ну вообще черный. Еще, еще. Это положительное что-то? Нет, это мрачное. Что-то мрачное. Я понимаю вас. Благодарю. Такие. Желтенькие. Цвет. Цвет. Отслышаю. Что? Солнце. Эмоции. Тепло. Еще что? Еще. Цвет хорошая. Креативность. Еще, еще, еще. Я эти очки попрошу потом применить. Все и даже жюри. Очень хорошие очки. Прям чудесные. Так. Я вас услышала. И у меня есть еще такие очки. Зеленые. Ну это показывается голубые, но это зеленое. Цвет он такой? Стрекозой. Стрекозой. Есть формы, я говорю, о цвете. Что цвет у вас? Легкость. Апилеты. Эта травка. Травка. Парик. Это что? Цветитеve. elnителя. И если я показываю оптички. Работа. строгость. Строгость. Благодарю за вашу. Я пока не буду говорить свою интерпретацию всех кемеров. а попрошу вас очень быстренько сообразить и объединиться в группы. Вы получили карточки на входе по цветам. Пожалуйста, вот такие цвета, вот цветные карточки, сядьте сюда, пожалуйста, а вот такой цвет объедините сюда. Делаем шутки. Зорный, да, цветновый будет отличный. Так, голубенький? Объединились по цветам. Вы говорите? Готовы? Мы говорим про зрение. Что-то мы можем увидеть при помощи очков как-то особенно четко. У нас есть определенные ассоциации. Я пока не сказала всем, что это за ассоциации. Вот это группа цветные ассоциации. Я попрошу вас примерить очки, тем самым примерить новый взгляд на ситуацию, которую я вам представлю. Вы будете наблюдать за ситуацией с позиции обычного наблюдателя, а ваша задача – примерить новый взгляд. На уроке я вам предлагаю не пользоваться, конечно, очками, а можете взять вот такие вот фотофорские с учениками вашими и, например, примерить, когда будете обозначать взгляд, свою позицию обозначая. Вот о чем я буду говорить. Сейчас в полминутки познакомиться с вашим взглядом. Ваша карточка, которую вы получаете, будет соотнесена с цветом очков. Позитые здесь, знакомьтесь. Вы пока ни с чем не знакомитесь. Антон, 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 тоже должен быть, должен быть, я не знаю. Кто? Какой взгляд, вы сейчас примерите. Готовы? Познакомились? Сейчас вы будете смотреть видео. В вашем руке посмотрим видео, как обычный зритель. Ваша, каждый индивидуально получил свою собственную позицию, свое видение ситуации. Смотрим, все и на новое, видим, что необходимо. Начинаем. Смотрим, как есть. Смертный, смертный, смертный. Это все. Зажгли. Все, все. Отключай, я говорю. Смотрим. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ У тебя денежка есть? Вот этого хватит? Знаете, я учусь сделать подарок для своей старшей сестры. С тех пор, как умерла наша мама, сестра нас заботится, помогает. И мне так хочется подарить ей что-то красивое, чтобы она улыбнулась. Это все, что у меня есть. Держи. Только неси аккуратнее. Здравствуйте. Эти мусы были здесь куплены? Сколько они стоили? Ну, в любой из белья у моего монет, это договор между твоим клиентом. Ну, у моей сестры было только несколько монет. Это же мусы с настоящими рюзей. Это нам не по карману. Она заплатила самому высокому цену. Больше, чем мог заплатить моей взрослой. Она отдала все, что мне дала. Она хотела, чтобы она улыбнулась. И так я вас благодарю за просмотр. И попрошу первую группу ответить. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь увидели? Ваше отношение к этому? Почему? Да, пожалуйста. Я почувствовала, что я больше через видение, рупые линии. Насколько видений вы можете видеть? И чему вы почувствуете? То, что самое ценное есть в жизни, это взаимодействие. Молодь, ум, горь. Вот почему-то, моими линиями, я услышала чувствовать связь, но сабота, еще. Какие-то травы. Да. У вас какие-то вопросы? Потому что таких людей, как продавец, их настолько мало в нашем мире. Просто, не знаю, я уже не встречалась с людьми, где это не вообще существует. Только в рекламе или в жизни есть? Я думаю, что на самом деле такие вещи существуют. Я благодарю за ваше мнение. И как мы видим, уважаем, корее, здесь мы услышали большое количество теплых эмоций. Это мы посмотрели с определенных позиций. Сейчас я эти позиции озвучу, чтобы было понятно, как они смотрели этот фрагмент. Итак, белые очки или прозрачные очки, здесь требовался ясный взгляд и увидеть только факты. Черные нужно было увидеть в этой ситуации риски, трудности, минусы. Зеленый требовал увидеть перспективы на будущие идеи, альтернативы, рост, какие могут быть возможности. Вот как раз такие розовые здесь требовалось, конечно же, выражение эмоций, чувствительность, легкомыслность, впечатление. И позитивные стороны через желтые очки, плюсы, эффективность, активность. Я хочу услышать теперь ваше мнение о видео. Мы начинаем всегда с факта. Я попрошу начать первой ручкой. Маленькая девочка, из неговной семьи, сентально генетичная, видела красивые бусы в древней Мирмада, но достаточно лояльно относящийся, добрый продавец, зацениваем, что у нее это достаточно количественное. По сути дела подарили ей бусы. Старшая сестра вернула для того, чтобы это были бусы, потому что стоимость бус явно не соответствует их качеству, но продавец резонно заметил, что девочка заплатила больше, чем могли бы эти другие. Благодарю. Следующая позиция, которая обычно озвучивается, это, конечно же, позитивная позиция. Пожалуйста. Маленькая, миленькая девочка, видела замечательные бусы, потом, которая заучила такой, какой-то бусы в древней Мирмаде. Она пришла в один день, видела замечательного выбором от отца, который с удовольствием помогал ей в этом, и с легкой руки подарила ей замечательные бусы. Какой плюс здесь? Плюс, потому что человек защитный, человек щедрый, добрый. Ну, совершенно. Следующая позиция, которая возникает, если у нас есть положительные эмоции, то их можно уже и на них уже оскорить. Обрицательные, может быть, черные. Может быть, не обрицательные, а минусы, какие-то риски. На самом деле, семья может испытывать голод, потому что у нее в день, испытывать трудность в зарабатывании, да, этого. Также трудности могут возникнуть у продавца, потому что бусы, дорогие, он их подарил, следовательно, он не будет заплатить. Вот. Следующая, перспективы. Что же может произойти дальше? Как эта ситуация видится вам в перспективе, в будущем? Что можно изменить? Ну, в первую очередь, мне кажется, здесь такой момент есть, что взрослый человек, девочки, да, положительный пример того, что существует в мире, несмотря на проблемы, доброта, выручка и благодарность, которую делала девочка, выразить своей сестре через подарок, обогащение нас со своим мужем. Когда девочка вырастет, я думаю, она может быть в такой же данной ситуации и посмотреть, что так же. Есть перспективы. То есть, если с 5 минуты, то, пожалуйста, взадим. Как вы не успели? Благодарю. И эмоции теперь. Удивление, некая тревога, потом радость от приобретения гус. Тревога уже старшей сестры и как особое впечатление, высокое чувство, любовь, ну, и эмпатия, понимание и любви. Наши чувства тоже возникли разнообразно. Вот давайте сравним, где было глупое обсуждение, все затронуто, все моменты, вашей группой или здесь? Вашей. Вашей. Я вас понимаю. Там, да? Что было затронуто? Да, с разных сторон. Ситуация с разных сторон. Абсолютно верно. И так, существуемая ситуация, какое-то относится лишь поверхностно. Видимо, ее вот первично воспринимаем. Опять-таки, это зависит от пессимиста или оптимиста. Мой ученик пессимист или оптимист. На самом деле, возникла такая потребность, это использование в этом приеме, когда я прочитала сочинения. Одно, второе, третье моих детей. И здесь я увидела, что одни и те же дети пишут всегда только отрицательные стороны в своих сочинениях. Видят только отрицательные. Соответственно, лексику используют только однообразную. Как это научить видеть ситуацию разносторонней? Сокращать время. Не распыляться именно на то, что им нравится и хотелось бы, а именно видеть суть. Вот этот прием позволяет. Опять-таки, этот прием очень легок, потому что он имеет некую игровую форму. Это возможность разкульзить эмоционально ненавязчиво. Опять-таки, выразить точку зрения. Она вроде бы и не моя. Я могу никого не обижая именно что-то выразить. Кроме того, здесь немножечко схожа с ролевой игрой, но опять-таки, ролевая игра нас ограничивает чем? Возраст нам какой-то дают в роли, пол, ограничение, социальный статус. А здесь я ограничен только чем? Сделай желтый цветом. Цветом. А цвет, на самом деле, границ, как таковых, он не имеет. Сейчас буквально я хочу еще предложить обсудить. Я даже не буду вам давать текст, но мы все вычисляем. И зачастую применяем вот такой аксессуар, как платок шейный. Я вот попрошу вас сейчас в группах обсудить шейный платок, как аксессуар. Но здесь позиция, я покажу еще, как я вот задегрировал. Мы не будем всех применять точки. А этой группе я дам с позиции позитивной, а здесь найти минус шейного платка. Обсудите, пожалуйста, в группе. Вы здесь можете присоединить равная реализованная кастатура. Так, как минимум ее переткнуть. Переткнуть, ну вытащите, опять поставите. Обратите внимание на доску, там лампочка никакая, внизу лампочка не горит. Как мы завершаем группа? Обсудили. Выберите, пожалуйста, одного отвечающего, и вы тоже выберите одного отвечающего. По технологии приема нам надо начинать, я вышла, с позиции. Пожалуйста. Отключи. Отвечающий. Плюсы отношения платка. Значит, позволяйте здесь все. Его, вот, вот, слишком открыто, можно как бы прикрыть в эту зону. Слишком скромно, чтобы сделать ярче, украсить платку, или наоборот. Слишком ярко, можно делать скромный, как все без платок, в принципе. Благодарю. Так, как нужно, он может эмоций не мешать. Он мешает изобретению мира, особенно если он, допустим, слишком широкий. Обычно, вот, у вас есть дизьян, если вы, например, на шеи, есть дизьян. А, я подумал, что там можно говорить. Ну, что это, возможно... Благодарю. Посмотрите здесь. Немножко форма изменилась. Здесь вот каждый индивидуально смотрел первое видео, да? А здесь вот обсуждали, да? За, за, за. Вместе выдели кого-то, одного отвечающего. Да, форма изменилась. А прием мы применяем тот же самый. Мы можем обсудить именно какие-то, именно разные позиции. Вы также можете выбрать другие цвета, согласны? Да. Если, допустим, вам нужно перспективы, да, обсудить. Скажите, пожалуйста, вот на своих уроках вы можете применить, вот, например, ну, на уроке русского языка? Безусловно. Если это начальная школа, мы можем применить? Да. А на математике? Да, нет. Сейчас нужно на математике. А как? Вот что? Все анализе технических задач мы можем увидеть. Все, и все. Каким у тебя штекером. А вы нечувствовали, это минус плюс, вы должны обладать, за счет ваших уроках математики. Я хочу напомнить, что учитель при этом, он не надевает никакие, что он нейтральную позицию занимает, но только модератор объявляется в данной ситуации. Материрует именно в ситуации. Вратно. А будете ли вы применять подобный прием? Да, конечно. Я думаю, очки вот эти совсем несложно сделать, как атрибут использовать. Ну, кроме того, вы можете сделать их и вот на таких карточках эту метафору цветовую очень легко запомнить, да, и единственное, действительно, обозначать метафорично, не обязательно, что-то не будет. Я вас благодарю. Большое спасибо. 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 Вы можете взять вот такие небольшие карлики, вверху, вверху, вверху. Застави, пожалуйста, положите сюда. Спасибо. 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 Продолжение следует...